Итак, меня постоянно спрашивают, а какой вид диеты выбрать? И когда на приеме находятся пациенты, которые огонь и воду и медные трубы прошли с диетами, то, конечно, уже считают, что необходимо каждому подобрать свою его индивидуальную диету. И вот обычно я пациентов всегда спрашиваю, а какой огонь и водные трубы вы прошли в своей жизни, и на чем вы попались? Так как у нас, да, мы стандартно, как и у всех, эрозивный гастрит. Сколько лет вам было, когда первый раз поставили эрозивный гастрит? Лет 30 назад. Лет 30 назад, да? Это вам сколько лет было? 30 лет назад? 30 было. 30 было. То есть в 30 лет это мы зафиксировали эрозивный гастрит. А так-то, наверное, с детства проблема желудочно-кишечного тракта идет. И у матушки есть такая проблема. У нее тоже эрозивный гастрит? Или что у мамы с заболеванием слизистых желудочно-кишечного тракта? Всегда, когда мы подбираем диету, надо обязательно знать проблему слизистых мамы. Мы родились от нее, и у нас микрофлора одинаковая с мамой. Значит, примерно тот же диагноз, он есть. Вы проходите обследование, не приступать ни к какой диете, теперь вы согласны со мной, пока мы не увидим заключение гастроэнтеролога, насколько повреждены слизистые в желудке, в 12-перстной кишке и в кишечнике. Так вот, в 30 лет это мы поймали тему. У мамы проблемы желудочно-кишечного тракта, насколько вы помните, ребенком были. Да, всегда. У нее всегда. Больше желудок ее беспокоило или кишечник, маму? Мне кажется, желудок. Желудок. Это боли были, да? Да, боли были. Это боли в желудке были. То есть вы были еще ребенком, а у мамы уже был гастрит. Так что вы несете ту микрофлору, ту генетически одинаковую хеликобактер, которая была и у мамы. И мы уже сразу можем с вами сказать, если у мамы был гастрит, значит был заброс желчи в желудок, у нас менялась PH, которая регулирует численность хеликобактер, она должна быть двойка-тройка в желудке, а когда желчь забрасывается в желудок, у нас PH меняется аж до нейтральной, семерки. И вот тут хеликобактер начинает размножаться. Так она условно патогенные микроорганизмы, ничего страшного. Если мы с ней живем, она помогает переваривать, но если мы не имеем вот этой проблемы, заброса желчи в желудок. Вот первое ваше ощущение в детстве появилось желудка. Это был школьный возраст или это был позже? Когда вы почувствовали желудок, мамину проблему, когда вы у себя поймали? Ну, я думаю, наверное, после 14 лет уже так. После 14. Вот очень важно нам узнать, в каком возрасте проблема активировалась. Почему? Потому что вот как раз вопрос хеликобактер, он проявляется у деток чаще раньше. Это еще садики, это школы. А вот 14 лет, это говорит о том, что у нас есть проблема грибкового поражения слизистых желудка и кишечника, потому что когда гормональный баланс меняется у девочки, бывает это совпадает и с началом менструального цикла, у нас увеличивается количество грибов, появляются первые язвочки, появляется боль. И вот эта боль появилась в желудке, так же как у мамы, это не рвота, это не тошнота, это боль. То есть мы уже говорим, у нас уже открылась эрозия, и в 30 лет пришлось проверить, и действительно гастроэнтеролог вам написал, что этот диагноз есть. То есть он и сейчас есть. Как он был, это хронический воспалительный процесс, связанный с забросом желчи в желудок. Вот эту тему дам не решала. Забросы желчи в желудок. Травы пили, травы пили, таблеточки пили, назначал, наверное. Таблеточки старались не пить, вы больше фитотерапии предпочитаете, да? И какую же вы диету выбрали для себя? Ту, которую доктор рекомендовал, какую он рекомендовал диету? Ну, как говорят, не есть жирного, не есть острого. Ну, то есть общие рекомендации гастроэнтеролога. Вначале я следовала просто рекомендациям. Помогали эти общие рекомендации? Ну, конечно, нет. Не помогали общие рекомендации? Я не видела, что я перестала есть жирные. И что стало легче. Потом вы решили поэкспериментировать. Это всё стандартно, да? Следующая диета у вас была? Я пила травы разные. Сейчас я не скажу вам, наверное, конкретно. Но я вообще перешла на тракт, чай вообще исключила. Умница, то есть чай вы исключили. Чай у нас и в прайм-тесте исключается. Кофеина, содержащие продукты, при наличии эрозии, язв на слизистой желудочно-кишечного тракта, это не задача нам с вами оставлять. Придётся всё это убирать. Ну, умничка, вы уже перешли на эту тему. Следующая диета у вас была? Сначала ограничение питания у нас было стандартно. Не помогает. Поехали применять, что вы? Потом я травы применяла, потом всё равно у меня обострения были. Весна-осень обострения у вас были? Как-то не скажу. Не заметили, не заметили, с менструацией это было связано? Не было связано. Так, и пошли вы что делать? Уже вот в возрасте за 50 я попробовала сыроедение. А, сыроедение. Ну вот мы чуть-чуть остановимся на сыроедении, да? Сколько наша дама продержалась на сыроедении? Вначале я почувствовала себя очень легко, где-то полгода даже больше. То есть всё было как бы хорошо? Да, вначале мне было всё прекрасно, но однажды я сдала кровь, и ко мне пришло прям 2 или 3 врача сразу, у меня чуть ли не под руки, что у меня аферитин там... Анемия! Если у нас язвенный процесс, эрозивный, продолжается, у нас слизистый, мы говорим о том, что у нас и подкравливает слизистая раз, кровопотеря здесь идёт, и то, что у нас микрофлора, которая делает эти язвочки, она у нас поедает и железо. И у нас оказалась анемия и железо дефицитная, да? 60-90, сколько там у вас был уровень ферритина? Ну, по меркам там в Швейцарии, что это 3, по-моему, около 3. Ну, то есть низкий уровень, да? То есть, что это просто никакой. Так, что пришлось переливать кровь? Мне делали вливание. Переливание всё-таки сделали вам? Плазмы. Плазму переливания, наверное, делали, а может быть железо? Железо. Непосредственно, да? Может быть железо. То есть, сколько сеансов? 10-то пришлось, наверное, сделать, да? Мне кажется, меньше, может 5. Стало легче, силы появились. Силы появились, и мне категорически родственники. Сказали, сыроедение – это не ваша тема, да? То есть, наоборот, при эрозивно-язвенном поражении слизистых мы уходим с вами от сыроедения, дабы нам зарубцевать язвочки. Вот так и здесь получилось. Кто-то полгода, а кто-то уже на следующий месяц обострение чувствует, да? И вы, наверное, просто почувствовали, что сил никаких нет, ноги не ходят. Аномия как проявляется? Нет сил. Буквально падали, да? Потому что вот мы имели эрозивно-язвенный процесс, а сыроедение, которое усугубляет. Не получилось у вас с сыроедением. Решили… Во-первых, на сколько вас хватило? В прошлом году я проголодала 7 дней, но там допускались отвары. Всего 7 дней вы проголодали? За один год? Да. Ну, это вроде немного, да? Мне вот интересно, вот как раз ощущение на голодании после него. Не сухое голодание у вас было. Вы принимали отвары. Ну, вот первый раз я принимала отвары, а вот недавно я снова проголодала, я только на воде. То есть это вот сейчас вы… Сколько времени прошло от голодания? Это 3 недели. 3 недели прошло. Как вы это перенесли? Перенесла не очень легко. Первый раз было легче. Тяжеловато так было. Тяжеловато в плане того, что раньше у меня был прилив энергии, но, наверное, возраст. Ну, это, как это говорит, можно и в 90 бегом бегать, как ко мне пациентки приходят очень бодрые, да? Это всё зависит от того, насколько у нас в плазме крови активные эритроциты, как они полноценно переносят кислород, да? Когда у нас нет избытка белка воспаления в плазме, мы с вами энергичные дамы, да? Когда появляется вот эта тема, а тема появилась у нас, но пришлось голодать, потому что после того голодания всё равно обострение наступило, да? Пришлось к этому прийти. Опять мы не получили как бы того, что мы хотели. И вот теперь мы будем делать прайм-тест. Вот почему вы его выбрали вообще? Где вы про него прочитали-то? Мне моя родственница сбросила вашу ссылку, где вы рекомендуете делать вот... Наклоны, всё. То есть вы начали смотреть YouTube-канал? Да, я посмотрела. Во-первых, не это для ребёнка, а для маленького. У нас есть маленький внук. И вот моему, потому что у него с животиком всё время... Это внук дочки вашей? Ну, тем более, значит, у него фактически та же самая тема и будет. Потому что вы кровные родственники, да? Умничка бабушка, молодцом. Мы стали делать, и я сама стала делать. Постоянно мне это понравилось, понравилось. Очень достала смотреть следующую... Боль вы достаёте при диафрагмальном дыхании? Вы знаете, вот... Самый важный момент нам. Достать ощущение дискомфорта. Вот вы как-то говорите, прям направить в боль. Да-да-да, ощущение. То есть мы должны поймать болевой участок, где боль, там у нас и язвочка. Вот сейчас у меня как раз на приёме дамы, которые... Учусь сегодня я её доставать своей боли. Она делала, ну, как всегда. Мы всё обыкан, да? И не доставая, не осознавая, какие ощущения в теле, мы, конечно, не уберём проблем. Во-первых, мы её не найдём. А во-вторых, мы не уберём. Что нам убирать, если мы не нашли, что убирать, да? Ну, мне кажется, может быть, я немножко не так делаю, потому что когда вы там говорите и показываете, я вижу, что у людей какое-то... Что-то есть, да? А вы ещё не дотянулись. Да, умничка. Но мы здесь говорим о снижении чувствительности, ощущения. Когда хронический воспалительный процесс идёт, ну, считай, 30 лет, и мы никак не можем с места сдвинуться, да? Сейчас мы попробуем питаться индивидуально. И то, что переваривается, мы найдём сегодня продукты, да? Которые перевариваются, тем и покушаем, чтобы у нас качественное было переваривание и ушли язвочки. Потому что если у нас не переваривается морковка, а такие ситуации есть, у меня корица, вот, например, не переваривается, да? И, значит, если я её покушала, она у меня неделю будет лежать. У нас за два дня уже пища должна вообще выйти. Метаболиты пищи. А у нас не получается. И поэтому мы с вами сейчас подберём индивидуальное питание. Это не так, как голодать, и не как сыроедение. Переносит это легче, потому что у нас будут и животный белок какой-то, и растительный белок будет, и вегетарианская пища. То есть мы будем с вами ротационно менять продукты питания и должны зарубцевать язвочку. А чувствительность, она будет во время прайм-теста появляться. Мальчонка пришёл, мама говорит, он яблоки стал кушать, потому что он вкус яблок поймал. То есть у нас настолько слизи много на языке, когда мы потребляем то, что не переваривается, что чувствительность нервных окончаний на языке отсутствует. И наша задача получается восстановить эту чувствительность, тогда мы будем дотягиваться до тех мест в теле, которые проблемные и болят. И сегодня же их убирать. Терпение вам, удачи, надо прекращать эксперименты, надо быть здоровым. И всем удачи! Спасибо!